Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с учетом требований федерального законодательства, которое у нас с 1 июля вступает в силу, у нас осуществляется приравнивание хождения леска как в электронном виде, так и на бумажном носителе. То есть это альтернативный вариант? Это альтернативный. И бумажный остается? Да. Для самого пациента что поменяется с момента, как он пришел в поликлинику? Значит, пациент вообще-то будет иметь право выбора, как уже сказали, и если он предпочитает оставить бумажный вариант, будем выписывать бумажный вариант. То есть его каждый раз будут спрашивать, какой больничный нужен? Если согласен на электронный, значит, будем оформлять электронный. Разумеется, плюсов здесь много. Не будет хождений и ожидания в очереди на выписку больничного листа, на оформление его доктором, на занесение информации о больничном листе в амбулаторную карту. То есть тут имеет место сокращение времени ожидания получения больничного листа, получения освобождения от работы фактически для пациента. Это, конечно, удобнее. Вот эта новая система уже будет опробована с 1 июля в ряде медицинских учреждений республики. Какие это учреждения и почему именно они были выбраны? Были как раз определены, с учетом мнения Минздрава в Мурте, вот три медицинских организации. То есть городская поликлиника номер 2, 9-я городская больница и 1-я республиканской клинической больницы. Значит ли это, что вот с 1 июля каждый может прийти в поликлинику и попросить, чтобы ему оформили электронный больничный лист? Медицинская организация, в которую гражданин обратился и его работодатель, должны быть участниками информационного взаимодействия. То есть они должны работать в этой системе по формированию электронного листка нетрудоспособности. Поэтому мы со своей стороны сейчас уделяем большое внимание вовлечению работодателей в этот процесс. Сейчас сколько в этой системе предприятий? Это 11 организаций, которые выразили согласие с 1 июля начать такую работу. И три медицинские организации. На них отработать систему технологии информационного взаимодействия. Светлана Николаевна, нет ли опасения, что эта новая система повлечет какую-то дополнительную нагрузку на врачей? Потому что, насколько я понимаю, сейчас они будут заниматься лично оформлением вот этих электронных документов. Нет, во временном аспекте нет, разумеется. Это, наоборот, облегчит работу врача. Потому что на данный момент цепочка достаточно длинная. Выписывается направление в регистратуру пациенту для того, чтобы он оформил больничный листок. Вновь возвращается, оформляется врачом. Вот я уже говорила, заносится данные в амбулаторную карту. А сейчас там буквально в смысле нажатия одной кнопки и электронный больничный лист, уже будет вся информация занесена в компьютер. Поэтому здесь, наоборот, облегчится труд врача, укоротится время, которое он тратит на пациента. То есть будет больше времени, наоборот, на осмотр пациента, на какие-то комментарии, советы и так далее. Все время освобождается, безусловно. Насколько Ваша поликлиника готова к таким нововведениям? И, может быть, какие-то сложности есть с внедрением этой системы? Наша поликлиника готова на 100%. Каждое рабочее место врача у нас оборудовано компьютером. Поэтому здесь мы ждем только лишь программу, которая сейчас разрабатывается в Минздраве Морской Республики для занесения данных. Вот этот программный продукт для занесения данных по оформлению электронного листка и трудоспособности. Для его оформления будет необходима электронная подпись. Что это такое? Как это выглядит? Электронная подпись выглядит следующим образом. Это, в общем-то, флеш-карта, которая будет выдаваться каждому врачу, имеющему право выдачи больничного листка. Ну, иначе говоря, в ней занесен набор символов, которые будут присущи каждому врачу. То есть это будет уже ясно, какой врач выдал. Все это, естественно, информация будет закрытая, не для всех. И будет ясно, какой доктор выдал данный больничный листок или в электронном виде. Есть такое мнение, что внедрение электронных больничных листов и вообще вся вот эта вот система, она позволит исключить из оборота поддельные бумажные больничные листы. Это действительно такая большая проблема сегодня? Ну, если говорить о поддельных листках, то на самом деле это не является какой-либо действительно значимой проблемой. Если говорить по статистике, то в год, например, в прошлом году было выявлено 10-12 поддельных листков, учитывая, что в целом в год в республике выдается почти 600 тысяч листков. И в основной массе... Ну, это те, наверное, которые нашли. В основной массе, я хочу сказать, что они носят характер, так скажем, подделки со стороны самого гражданина, когда он хочет по своему усмотрению, например, продлить. А электронную подпись можно подделать? Мы не видим большой проблемы именно в работе, во включении в работу медицинских организаций. Потому что минимальные требования, если говорить о количестве подписей, то их должно быть всего лишь три. Ну, на первом этапе. Это хотя бы у одного врача, у председателя врачебной комиссии, и подпись юридического лица самой медицинской организации. Это минимально. Понятно, что их нужно расширять. И Светлана Николаевна права в том, что теоретически каждый, кто проводит экспертизу на трудоспособности, каждый врач, он должен иметь электронную подпись. Нас волнует больше вопрос именно наличие электронных подписей у работодателей. Если говорить о крупных работодателях, там понятно, они сдают отчетность в электронном виде, то есть данная электронная подпись присутствует. Многие зарегистрированы на портале госуслуг, но мелкие предприятия, они в силу закона освобождены от сдачи отчетности в электронном виде, в том числе и в налоговые органы. И, естественно, вовлечение именно таких работодателей, здесь есть некоторые проблемы в том, что все-таки они должны понести некие затраты на приобретение электронной подписи и так далее. Ну или выход тогда пользоваться по старинке бумажным вариантом. Да, или бумажным вариантом. Вот интересный очень такой момент, на мой взгляд, спорный. Российская газета пишет, что при новой системе оформления закрывать листок временной нетрудоспособности можно будет без похода к врачу. То есть двумя способами. Если больной выздоровел, он просто звонит врачу и сообщает об этом. Или второй путь, пациент выходит на работу, а работодатель сам сообщает о его выздоровлении в поликлинику. И этого будет достаточно для того, чтобы бюллетень автоматически закрыли. Вот у меня вопрос. Насколько вообще в состоянии, во-первых, насколько это правда, и насколько пациент в состоянии вообще определить, что он выздоровел, уже здоров, и может выходить на работу? Да нет. Согласно федеральному закону 323, статья 59, в заключении о экспертизу временной нетрудоспособности может провести только врач, только доктор. И здесь, я не знаю, наверное, это вот пример Латвии, да? В Латвии, насколько я знаю, этот закон действует. Но в Российской Федерации нет. Нет. Только врач может принять решение о том, трудоспособен пациент или нет. Я всё-таки хочу пожелать, чтобы как можно реже возникала такая необходимость обращаться за больничным, с бумажным, за электронным. Спасибо, что пришли и пролили свет на этот вопрос. Я напомню, что это было экспертное мнение. Всего вам самого доброго и до встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин